Приветствую, друзья. Несколько лет назад я уже делал обзор на довольно интересные беспроводные наушники от компании Blitzwolf. Назывались они Fire 5 и показывали как на то время очень неплохой уровень как звука, так и дизайна. Сегодня же мне повезло рассмотреть их новую, улучшенную версию Blitzwolf BW Fire 5S. На этот раз разберемся с графиками и оглядкой на вездесущих конкурентов. Собственно, поехали. Коробка, на мой взгляд, нисколько не претерпела изменений. Тут Blitzwolf себе не изменяет. Внутри находим гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации, небольшой Type-C кабель и две пары силиконовых микроскопических по объему амбушюр. С такими насадками в мои уши наушники нужно буквально забивать, иначе добиться толковой звукоизоляции будет невозможно. Забегая наперед, скажу, что и кейс под большие насадки совсем не приспособлен. Выкручивайся, выходит, как знаешь. Кейс здесь пластиковый и очень компактный. Практически растворяется в боковом кармане любых штанов. В этом, конечно же, огромнейший плюс, а с другой стороны и минус. Аккумулятор внутри, очевидно, тоже маленький. Общее время работы составляет около десяти часов, при том, что одного заряда ну еле-еле хватает на три. Обычно даже на два с хвостиком. Из функциональных элементов на корпусе имеем зарядный Type-C порт и четыре индикаторных светодиода состояния батареи. Петля вроде бы как и ничего, пару лет то должна прослужить точно. Корпуса чашечек сборной и состоят из двух пластиковых элементов, где внутренняя часть сильно напоминает нам базу. Здесь находится компенсационное отверстие, небольшой звуковод с выступом для удержания амбушюры, защитная матерчатая сеточка, а также две клеммы питания от кейса. Процесс зарядки в меру быстрый, около полутора часов. На торце ножки можно заметить второе небольшое отверстие, предназначенное для микрофона. О его качестве можете судить самостоятельно, я вставлю специальный отрывок в видео. Слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС наушников BlitzWolf BW Fire 5S. Вот так они и записывают, и именно так будет слышать ваш собеседник при звонке. Внешнюю часть модели зачем-то окрасили под металл. Вообще говоря, выглядит это все неплохо, но не более того. Здесь у нас расположился сенсорный слой и индикаторный светодиод состояния наушника. Одно касание работает как пауза, зажатие дает перемотку вперед-назад, а два касания меняют громкость. Три, но если вдруг кому понадобится, выделили под голосовой ассистент. В моих ушах модель не сидит ни с какими амбушюрами вообще. Я бы рекомендовал ее только лишь для людей с очень тонкими ушными каналами. Из кодеков нам предлагают исключительно базовый SBC. У него конечно же имеется своя какая-то армия поклонников, но по факту ничего хорошего в плане звука он предложить не в силах. Качество его реализации для современных устройств на самом низком уровне. Зато присутствует защита от водяных потоков с любого направления IPX5. Плавать в них естественно нельзя, но дождь и обильный пот они с легкостью переживут. С громкостью, увы, никаких откровений. Ровно как и у Redmi AirDots 2. То есть слушать придется где-то на 80%, а порой даже и выше. По качеству сигнала они оставили такое двоякое впечатление. В квартире обрывы случались даже в пределах комнаты, а вот на улице почему-то все нормально. Обычно все бывает ровно наоборот, а здесь вот так. По измерениям я получил хороший быстрый импульс на 100 миллисекунд, кристально чистый водопад и искажения в пике, достигающие 2,5%, а значит все здесь в пределах нормы. Кривая ЧХ имеет подъем в области низких частот на целых 17 децибел. Будьте уверены, при должной посадке баса тут будет ну просто завались. Серединка, на удивление, совершенно ровная. Затем идет выделение области разборчивости, небольшой пик на частотах, где обычно играют всякие крэши и аккуратненькое усиление детализации на 10 кГц. По графику меня удивило ну разве что отсутствие компенсационной ямы, поскольку без нее всякие хэт и крэши звучат слишком уж выразительно и оттягивают на себя львиную долю внимания. Это логично на мой вкус, есть много сторонников и всяких других подходов. В звуке же меня приятно удивило полное отсутствие акцента на всяких свистящих и шипящих, которые были просто бичом прошлой версии. Тут же все весьма сбалансировано, мелодично и комфортно на уху. Бас по количеству сильно зависит именно от посадки. На мой взгляд он мягкий, глубокий и такой обволакивающий. Текстурность здесь довольно слабо читается, но в том вполне может быть вина использованного SBC кодека. Серединка, как мы видели по АЧХ, полноценная, без провалов и каких-либо ненужных выделений. Отчего вокалы, различные музыкальные тембры имеют хороший массивный базис и сочную эмоциональную серединку. Верха нам аккуратненько так прибрали и увели на задний план. То есть ничего здесь не режет, не сверлит и не раздражает вообще. Даже тот странный акцент на верхах в области тарелочек не особо и ощущается. Возможно, подобным образом они скомпенсировали особенность использованного здесь динамика. Если честно, то звук мне действительно здесь понравился. Он вполне универсален по стилям и жанрам и радует целостной в меру детальной картинкой. Сцена чуть-чуть выдвинута вперед, но без проработки и какой-либо разборчивости в глубину. Зато со смягченными крупными образами и в такой единой палитре. Очень достойный звук, как для своей цены и кодека. Жалко вот, что насладиться им может далеко не каждый. Итогом, беспроводные наушники Blitzwolf BW Fire 5S оставили после себя довольно неоднозначные ощущения. Начнем с того, что через два с половиной часа они уже начинают проситься на зарядку, не имеют большого запаса по громкости и бывает так, что теряют сигнал даже в пределах одного помещения. А главное, в мои уши они совершенно не садятся вообще ни с какими насадками. Возможно, они идеальны для детей, хрупких девочек или азиатов, но вот мне, увы. Затем разочаровала поддержка лишь самого базового SBC кодека. Да, динамик тут установили хороший и он реально вытягивает, от чего звучат ушки неплохо и по меломански даже классно. Но минусы сильно перевешивают. При проектировке модели, очевидно, пошли на удешевление начинки и это был самый большой просчет. Лично я пользоваться этой моделью не могу. Звук здесь хорошо подтянули по сравнению с предыдущей версией. Осталось поставить лишь чип хотя бы с аси кодеком и наладить более-менее нормальную антенну. Ну и желательно, чтобы все это было более универсальным в плане посадки. За звук, моя оценка, очень хорошо. Все остальное удовлетворительно. Понимаю, чего хотели добиться китайцы, но на фоне тех же Redmi AirDots 2 получилось откровенно слабо. Это, конечно, только лишь мое мнение. Если вы пользуетесь подобными наушниками, оставляйте свое в комментариях. Ну а у меня на этом все. Вот такие вот ушки Blitzwolf BV Fire 5S. Попытались, конечно. Звук норм. Посадка и все остальное. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok